Жители разных регионов нашей страны столкнулись с дефицитом лекарств в аптеках. Коснулось ли это нашей республики? Об этом мы поговорим с руководителем территориального органа Росздравнадзора по Северной Осетии Ольгой Давыдовой. Сегодня она у нас в студии. Ольга Ивановна, приветствую. Спасибо за это время к нам зайти. Расскажите, пожалуйста, что происходит? Куда делись лекарства? Ну, ситуация с лекарственными препаратами действительно актуальна на территории не только нашей республики, но и, как вы уже сказали, практически все регионы столкнулись с этой темой. Как мы узнаем об этом? Значит, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, она держит на контроле этот вопрос, так же, как этот вопрос находится на контроле у главы нашей республики, которая является руководителем штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Поручено территориальному органу осуществлять мониторинг лекарственных препаратов, которые входят в методические рекомендации, которые предназначены для лечения коронавирусной инфекцией. Мониторинг проводится ежедневно по 25 наименованиям лекарственных препаратов, и он касается не только аптечной сети, но и наших медицинских организаций, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. По данным этого мониторинга отмечается дефицит определенных групп лекарственных препаратов. У нас обеспечением наших медицинских организаций занимается ОСФАРМИТЕХ, это учреждение Минздрава Республики. Вот по данным этого учреждения отмечается стойкий дефицит лекарственных препаратов, таких как МЕТИПРЕД, хотела быстро сказать, МЕТИПРЕД, ГИДРОКОРТИЗОН, ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА и РИДИСОВИР. Вот эти препараты, они находятся в дефектуре, но, несмотря на это, наши медицинские организации, они все-таки обеспечены этими препаратами, и глава Республики поручил создать трехмесячный запас, который у нас является как бы неприкосновенным, и по мере его израсходования он постоянно пополняется. То, что касается аптек, то здесь действительно сложилась определенная дефектура, дефектура лекарственных препаратов, которая зависит по разным причинам. Ну, во-первых, это отсутствие предложений от поставщиков. Изменились цены на сырье, изменились условия регистрации лекарственных препаратов, они достаточно продолжительные. И какие-то определенные такие условия создала маркировка лекарственных препаратов и ажиотажный спрос. Минпромторг озвучил цифру о том, что этот как раз таки спрос, он вырос в 15%. Конечно, наши жители пытаются в том числе запастись лекарственными препаратами впрок. Помогло соседу, поможет и мне. Нужно купить. А где хранить, как хранить, конечно, это отдельный вопрос. Поэтому, если говорить о том, какие меры могут предпринять наши жители, то это, конечно, не закупать отдельно вот эти лекарственные препараты. Аптечные наши аптеки, они имеют определенные условия для хранения лекарственных препаратов. Это и температура, это и влажность. И этими условиями, конечно, у нас не занимаются наши жители республики. Тем самым отсутствуют условия для безопасности этих лекарственных препаратов. Ольга Ивановна, раз вы заговорили про оперштаб, про трехмесячный запас лекарств, тревожная информация поступает из соседних регионов, вот в Ингушетии, Карачаево-Теркесии, Чечне. Эти республики лидеры по нехватке препаратов против ковид. А как ситуация у нас обстоит вообще с этим перечнем лекарств? В аптеках, в госрезервах? Да, и в аптеках я вам уже сказала о том, что этот перечень у нас имеется, лекарственных препаратов имеется трехмесячный запас для наших медицинских организаций. И его обеспечивает наше предприятие ОСФАРМИТЕХ. Есть дефектура по четырем наименованиям, которые я вам перечислила. Остальные имеются в этом предприятии. То, что касается аптек, то здесь, ну, наверное, жители нашей республики столкнулись с тем, что у нас есть, отсутствуют какие-то определенные группы противовирусных препаратов, антибиотиков. И это связано вот с теми причинами, которые я как раз-таки перечислила. Это производство, это маркировка и это ажиотажный спрос. А вы не подскажете, вот мы изучали официальный сайт территориального органа и узнали, что из обращения изъят препарат СОВИГРИП. Поясните для наших телезрителей, с чем это связано. СОВИГРИП, действительно, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения принято решение о пресечении действия на территории России определенной серии, это одна серия, определенного производителя лекарственного средства СОВИГРИП, вакцина противогриппозная. Связано это с тем, что при проведении анализа наша экспертная организация, лаборатория Росздравнадзора, выявлено несоответствие по требованию упаковка. Это несоответственно выявлено в республике Бурятия. И при выявлении вот такого брака, значит, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, она информирует всех участников оборота лекарственных средств, которые должны проверить, имеется ли такая вакцина в обороте в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в нашей республике. И при ее наличии нужно ее изъять и уничтожить. И о том, что она была, нужно сообщить вот в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Надеюсь, что у нас такой вакцины не будет. По крайней мере, к нам такие извещения еще не поступали. Ольга Ивановна, ну вот как-то так, проговорили те же, собственно, проблемы, о которых вы рассказали ранее. Это и маркировка, это и несвоевременная логистика. Хочу вас спросить вот что. Как вы можете объяснить любовь наших телезрителей к самолечению и к бесконтрольному употреблению огромного количества антибиотиков разного вида? Вы знаете, в терроргане Росздравнадзора разбираются всегда самые сложные случаи оказания медицинской помощи. И вот эти сложные случаи, они всегда связаны с бесконтрольным применением самолечения на ранних этапах лечения. Тогда, когда клиническая картина у пациента стирается и возникает антибиотикорезистентность. И потом уже те антибиотики, которые полагаются там первого, второго ряда, они бывают бесполезны, и приходится прибегать к наиболее тяжелой артиллерии. Это, конечно, бывает всегда очень сложно и для больного, и для докторов для того, чтобы подобрать какое-то определенное лечение. Вот что мне хочется сказать для того, чтобы реально люди не боялись и не запасались этими препаратами. Существует у нас амбулаторный этап лечения и существует стационарный этап лечения. То, что касается амбулаторного этапа, то сейчас выделено для республики более 26 миллионов рублей для обеспечения наших амбулаторных пациентов. Уже лекарственные препараты закуплены, и пациенты должны обеспечиваться этими лекарственными препаратами на дому, причем минуя и аптечную организацию, и минуя медицинскую организацию. Ольга Ивановна, извините, что перебью, жалуются наши телезрители, не всегда довозят лекарства, за свой счет приходится брать. Жалуются. А еще и хамят в поликлиниках. Вы знаете как, вот они жалуются, ну пусть они жалуются тогда в Росздравнадзор, чтобы мы уже разбирали каждую такую жалобу и тогда уже принимали меры какие-то. Соответственно, если больным не довозят лекарства по назначению... Значит, нужно говорить и в Министерство здравоохранения. Во-первых, это горячая линия, конечно, 53, 42, 16. Не могли бы вы еще раз на камеру озвучить нашим телезрителям, куда звонить, если вдруг лекарства не довозят? Потому что очень часто у нас бывают обращения, пишут и в социальные сети, и звонят и говорят так и так. Вы рассказываете о том, что бесплатно положено лекарство, а лекарств нет, не привозят? В первую очередь, конечно, это в медицинскую организацию, к которой прикреплен пациент. То есть есть ваш лечащий врач, есть заведующий отделением и есть главный врач. Если не получается у вас, есть Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия, Алань, у которого тоже есть горячая линия. Не получается справиться на этом уровне? Пожалуйста. Росздравнадзор. У нас работает горячая линия. 53-42-16. Мы готовы общаться с вами, готовы помогать вам в таких сложных ситуациях. Пожалуйста. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, а как быстро ваше ведомство реагирует на подобные запросы? Вот поступил звонок, жалуются лекарства, ждем уже три дня, лекарства не поступили. Какие ваши дальнейшие действия? Ну, вы знаете, вот разбирать нужно в каждом конкретном случае ситуацию. Вы сейчас говорите о каком-то конкретном лекарственном препарате, о каком-то конкретном пациенте? Мы говорим о противоковидной терапии, которая вроде бы бесплатно положена нашим гражданам. Устойчивый запас лекарств на три месяца сформирован, насколько нам известно. Соответственно, по первому требованию, все, кто имеет подтвержденный тест на ковид, их снабжают лекарствами. Значит, хочу вам сказать, что при главе республики создана горячая линия как раз-таки вот для таких звонков. И ежедневно. У нас штаб заседает в ежедневном режиме. Вечером, вот, в течение дня звонят на эту горячую линию, и вечером уже доктора отчитываются о том, какие меры были приняты и кто как обеспечен. То есть это очень активная форма, и она вот прям вот действует прямо на глазах. Хотел вас спросить вот что. Какие мероприятия территориальные органы проводят в рамках своей деятельности? И с какими ведомствами взаимодействуете? Ну, мы говорим сейчас о лекарственных препаратах. Ну и, конечно, у нас сейчас проверки, вот в связи с коронавирусом, плановые проверки отменены полностью. Внеплановые проверки проводятся по определенным основаниям. Это угроза причинения вреда жизни или причинения вреда жизни и здоровью наших граждан. Эти проверки проводятся по согласованию с прокуратурой. Ну и, конечно, это проверки, которые идут по требованию правительства Российской Федерации и по требованию президента Российской Федерации. Наиболее частое взаимодействие – это прокуратура республики. На прошлой неделе у нас проведена проверка. Мы привлекались в составе комиссии прокуратуры. Были проверены оптичные организации на наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов. Картина была по городу такая. Проверено 17 аптечных организаций, из которых 10 полностью соответствовали. У них был в наличии этот минимальный ассортимент. 7 аптек, которые не соответствовали этим требованиям, у них отсутствовал 1 либо 2 наименования лекарственных препаратов. В какой-то аптеке не было орбидола, где-то не было бисокодила, где-то не было циклиновой мази. Вот такая ситуация. И напоследок, вот что хочу вас спросить. Не как руководителя территориального органа, а как пациента, как жителя нашей республики? Вот не щемит ли у вас сердце от того, что разрушили государственную аптечную сеть? Огромное количество частных аптек, соответственно, каждый задирает стоимость тех или иных наименований по своему усмотрению. То есть бороться с этим достаточно проблематично. И как у руководителя территориального органа, и как гражданина нашей республики сердце у меня щемит. И определенные шаги в этом направлении уже делаются. У нас практически не было государственной системы вот по аптечной сети. А сейчас у нас уже 5% наших аптечных организаций, они расположены в медицинских организациях. Я знаю, что мы общаемся все время с министром здравоохранения. Определенные шаги к этому тоже делаются. Конечно, это было бы большим подспорьем в организации, в оказании лекарственной помощи нашим гражданам. А как-то вообще не планируется государственная сеть аптечная восстанавливаться? А то одна госаптека, так сказать, на весь город. Не одна госаптека. У нас они практически сейчас, вот аптеки Минздрава, они находятся сейчас в ведении как раз-таки Министерства здравоохранения. Практически при всех медицинских организациях. Но от общего количества уже не так много. Это, конечно, очень маленькое число, да. Ольга Ивановна, спасибо вам большое, что нашли время и зашли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях была руководитель территориального органа Росздравнадзора по Северной Осетии Ольга Давыдова. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...